Дневник за 26 июня из соцсетей прикол, как обычный. Ну да, выглядит смешно. У нас религия, обычно набор знаний, которые она предоставляет, это какие-то старые книги, которые обычно написаны каким-то поэтическим языком, в общем-то никаких полезных знаний не содержат, или какой-то минимум содержат элементарных операций, типа там «не убей, не укради то, что и так все знают». И при этом представители религии претендуют на то, что они общаются со всезнающим Богом, и на самом деле обвиняют других в гордыне, сами этой гордыней переполнены. С чего вы взяли, что именно через вас бесконечность, которая сотворила мир, вещает именно через вас. Набор каких-то реальных знаний, которые у своих книгов предоставляете, совершенно мизерный, они переполнены ошибками, смехотворными утверждениями. В то же время наука на самом деле сейчас во много-много раз больше знает, чем религия, и все еще считает, что знает недостаточно, и не претендует, что вещает от имени бесконечного Творца. Мы всего лишь собственные знания накапливаем, можем ошибаться. Наука-то как раз смиренная. Вот если говорить о гордыне, обычно религиозные говорят, вы там возгорделись все, так вот вы возгорделись. Вы говорите, что вы тут у нас божественные представители, мы так не говорим, мы всего лишь накапливаем знания, и накопили их в сотни раз больше, чем у вас, и до сих пор не возгорделись, и продолжаем пребывать в сомнении, в критике, как и полагается подлинным сторонникам науки. И такая вот смешная ситуация дополняется. Развивается все дальше и дальше. То есть религия все больше, так сказать, в своей гордыне погрязает, и наука все больше и больше развивается в своей критике и сомнении. В этом контексте последние события в Дагестане нужно рассматривать. Пропагандировали религию последние 30 лет, особенно на Кавказе. Все это сопровождалось действием индустриализации, разрушали заводы, просрали все полимеры, зато построили множество мечетей и храмов. Но вот этим и кончается тем, чем кончилось недавно в Дагестане. Науку надо было вместо этого пропагандировать. Наука, она просветляет реально. Наука, она объясняет. Наука освобождает от злобы, а религия порождает вот только то, что было. В принципе, вот и все мои комментарии. Продолжается деятельность сибирского движения молодежного, о котором я периодически рассказываю, несмотря на то, что против некоторых наших активистов были репрессии властей. Потом против нас пытаются действовать молодежные группировки нацистов, там по типу скинхедов, с ними тоже боремся. Но, однако, основное ядро у нас осталось, интенсивно работает. Вот, например, выписки из словарей новые поступили. Это вот из разных словарей сибирских диалектов мы делаем выписки со сносками. Чтобы со временем сделать такой вот сводный словарь, и тогда можно будет уже полностью кодифицировать сибирский язык со сносками, то есть основательно. Проблема какая, в 2005-м я подготовил словарь, но это были выписки вот из тех словарей, которые тогда были доступны, а тогда меньше было. Кроме того, я сносок не делал, так как все было очень, так сказать, быстро, надо, мы сразу Википедию выпускали, поэтому мы сразу собрали там, более-ка 15 тысяч слов, вот, ну и делали как уж получалось. И поэтому, как бы пытаются сейчас уже, когда молодежи много достаточно активистов, да, уже лет 5 тут все это продолжается, пытаются все это дело дополнить, выписать уже из всех словарей, которые сейчас новые поступили, и в итоге мы как-нибудь все-таки научную кодификацию, такую с научным аппаратом, со сносками, рано или поздно сделаем. Правда, там большой объем работы, учитывая, что делают активисты, по большей части молодежь, все это будет достаточно медленно идти. Я немного, когда у меня отпуск, вот, июль-агуст, немного участвую, но, опять же, в июле-агуста я сейчас пока что больше на канал напираю, но, может быть, позже меньше на канал буду напирать и больше этими вопросами займусь, а молодежь какие-то материалы уже готовит. Также у нас есть всевозможные художники, вот из последнего, что на чате, примерно, что ребята рисуют. Это вот ник у художника Явоной, это такая аватарка сибирская он нарисовал под бело-зеленые цвета Сибири. Снежинка это, как бы, символ языкового движения сибирского. Вот, потом это вот такая штука, если согласен с мнением другого человека, дык это данный сибирском языке, вот такой вот сибирский дык. Вот, еще у него картинка неплохая, она тема гражданской войны в Сибири, вот тут тоже знамя Сибирской республики, красные сибиряки и все такое, вот такое творчество. Потом девушка под ником Эльфи нарисовала вот такую вот сибирячку. Вот. Ну, также, кажется, молодежь готовит новые клипы с песнями, по крайней мере, что-то говорят. Они, естественно, учились, обычно у них активизация в июле-агусте, так что, возможно, в июле-агусте какие-то артефакты еще молодежь подготовит, что-нибудь споет, как они любят. У нас тут уже много у них песенок, и тут на канале было, и у них там отдельные есть свои каналы с этими песнями. Вот. В общем, дальше буду информировать, что они там делают. Я их всячески пытаюсь направить, чтобы не ругались, там не обсуждали какие-то там буквы и прочие фантазии, а вот делали что-то такое близкое к реальности. Например, словари выписывали, картинки рисовали, что-то такое производительное, как бы сказал Веблин. Дочитал я Акунин «Лягушка-басё», ну вот, в принципе, какая у него игра. Написано, в принципе, как игра. То есть там по выбору пользователя можно переходить на разные главы, и у него две ветки, как бы грузинская игра, да, решение всех этих конфликтов в грузинской культуре и еврейская. Ну, честно говоря, что грузинские тосты, что еврейские истории какие-то у него все буддийские. У Акунина, ну, задумка хорошая, и надо сложнее, это примитивная. Я когда писал эти ВН-ки, там были, ну, наверное, сто таких вот эпизодов, связанных сложно всякими такими связями. Это как-то все просто. Но написано-то у него хорошо. Я имею в виду просто по структуре, по сравнению с развитой игрой такой. Значит, Веблина я читаю, я о нем сделал уже клип, да, и читаю его книгу «Теория праздного класса», уже, видимо, дочитаю к субботе. Я тут как-то вот Сокропоткина читал, комментировал, Рассела, да, все такие сюжеты тут тоже были в новостях. Вот Веблина будет в этом выпуске и в субботу тоже сделаю некоторые цитаты. Ну, вот, например, он говорит, что, в принципе, первое разделение было между мужчинами и женщинами, и первые трудящиеся были женщины. То есть он считает, что в первобытном еще обществе, он исследовал всякие общества, там, примитивные, да, устоялось такое, что, дескать, работа такая, ну, вот, упорная последовательность, это женское дело, да, а мужик, он как бы должен охотиться, воевать, и как бы получилось, что доблесть и слава – это не в труде. Вот эта идея, она была еще в период кризиса первобытного строя, что мужик, он должен воевать и охотиться. Охота – это как бы не работа все равно, это преследование, да. Конечно, какой-то производительный эффект был, он там заход и мужик приносил, что-нибудь там, или тем более с войны, но как бы это отличалось от того, чем женщины занимались, а женщины занимались именно трудом, то есть каким-то упорным, там, землю, там, это самое, копали и все такое, да. То есть это отличалось, и он считает, что вот с этого началось такое представление, что, дескать, работать позорно, что это женское занятие. Оно потом было усвоено, так называемыми, праздными классами, которые стали основой эксплуататорских классов. Вот. Дальше он, да, говорит, что вот ранее дифференциация проявлялась в различии между женским и мужским трудом, а наиболее ранней формой собственности было присвоение женщины телесно здоровыми мужчинами в том или ином обществе. То есть собственность началась с семьи. Ну, об этом, кстати, классики и марксизма, и анархизма в 19 веке говорили, что борьба против частной собственности взаимосвязана с борьбой против семьи. Семья, собственно, является первой ячейкой частной собственности. Ну, и вот он исторически, Веблин, тоже говорит, что первая собственность – это собственность на женщину, из нее уже вытекает вся остальная частная собственность, уже с факта семьи. Вот. Дальше он исследует, как это все в аграрном обществе уже в развитом выглядело, и говорит, что вот воздержание от труда становится не просто почетным или похвальным делом, подобного поведения требуется соображение приличия. Настаивать на владении собственностью как на основе уважения – вот отличительная наивная черта ранних стадий накопления богатства. Ну, это можно заметить, допустим, по египетским там или ассирийским надписям, где они все время говорят «я там убил огромное количество человек, всякие фараоны, я там захватил столько и столько добычи». Ясно, что это демонстрация состоятельности правителя, что раз много награбил, значит, крутой правитель, да, большой и крутой царь, да, и, соответственно, да, смысл-то какой? Уважение, да, то есть вот уважение может достигаться через владение собственностью, то есть психологическая причина, почему нужно захватывать все больше и больше собственности. Потому что физической причины нет. Человеку там достаточно какое-то количество для еды, там, не знаю, может быть, 2-3 женщины для секса максимума, а захватывать прямо сотнями женщин или там захватывать тонны еды одному человеку не надо, да, он все равно столько не съест. Зачем делают они это? Вот для того, чтобы получить некое уважение. То есть, во-первых, получается у правящих классов, что если он не работает, это доказательство, что он себя обеспечивает. То есть, если он работает, значит, он плохой, он не может сам себя обеспечить, да, и чем больше он захватит, тем, соответственно, выше его статус. Дальше пишет Веблин, труд не только делается постыдным в глазах членов общества, он отныне морально невозможен для благородных и свободных по праву рождения людей, несовместим с достойной жизнью. Вот тут мы имеем, собственно, рабовладельческую классовую мораль, да, которая уже сложилась в позднем аграрном обществе. Понятно, что, как бы Веблин тут этого не указывает, но понятно любому человеку, что на самом деле все наоборот. Подлинного уважения достоин тот, кто работает, а не тот, кто паразитирует, грабит, убивает, насилует и так далее. Но у наших вот правящих классов, наоборот, издревле повелось, что работать позорно. Уважение, по их мнению, вызывается демонстрацией богатства или массовым насилием. И это кардинальная проблема человечества, уже наблюдаемая в древнеегипетские времена. Ну, вот еще Веблин пишет, что первоначально вот этот праздный класс хотя бы занимался войной и демонстрировал, что свою, так сказать, доблесть именно в войне, ну вот как и сирийские цари, да, а теперь он вообще ни черта ничем не занимается. То есть он занимается просто потреблением как таковым. Вот в период уже Веблина, эти капиталисты, конечно, на какую войну не ходят, это жирные там тюфяки, да, не способные драться, воевать, то есть на царя там или на рыцаря феодальных времен он не походит. Это какой-то жирный чувак, у которого там болезни от того, что он много жрет, это там от диабета и так далее. Или там от наркотиков, которые он употребляет, тоже так статусно. Кстати, да, Веблин там пишет, что потребление дорогих наркотиков тоже форма статусного потребления. На самом деле это вредно, но вот богатый демонстрирует, что кокаин вот им доступен, а бедным нет. То есть Веблин так же, что вот эти все богатые всякие там дорогие вины и прочие, они употребляют именно для того, чтобы показать, что они не бедные, что могут бухать весь день. Поэтому алкоголизм и болезнь тоже богатых То есть это статусное потребление чего-то, что не нужно и даже вредно, но вот бедным это недоступно, поэтому я буду это делать. Ну и соответственно, если раньше доказательством-то состоятельности была хотя бы военная добыча, была хотя бы победа на войне доказательством, что ты мужик, то теперь просто большое количество денег и большое потребление является доказательством твоего богатства и твоей состоятельности как человека. Но, как известно, богатство разращает, воин средних веков превратился в утонченного сиборита, в буржуя, зажравшегося, основной функцией является потребление, а не подвиг или победа над врагом. В результате аристократия становится потомственными дегенератами, способными только потреблять все более и более дорогие продукты, обжираться наркотиками, заниматься извращенным сексом, строить какие-то странные строения, лишь бы выделиться и так далее. Вот все, что мы сейчас наблюдаем. Более ни к чему не способны. И Веблин совершенно верно замечает, что это далеко от каких-то экономических идеалов эффективности, производительности, далеко от идеалов мастерства, то есть помощи людям, совершенствования человечества. Ничем там и деды не пахнет, это просто состязательство в потреблении, лишь бы вот не как у бедных. Ну это первая половина книги Веблина, просто выписки, и вторую половину я в субботу планирую тоже сделать.